Любимый город, добрый вечер! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем всех, кто решил этот вечер провести вместе с нами. А сегодня у нас в гостях известный российский художник. Его яркую индивидуальность и особое видение мира можно проследить по его картинам. Скажу больше, его работы описывают историю российского края, но при этом имеют особый философский смысл. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях член Союза художников России, лауреат ряда международных премий в области изобразительного искусства просвещения России Николай Дулько. Добрый вечер! Здравствуйте! Добрый вечер! Очень рады видеть вас сегодня у нас в гостях. И поверьте, что это взаимно. Я очень рад быть снова в Белоруссии. Я очень рад быть в вашем прекрасном, замечательном городе. Ну а в Гомеле первый раз или уже бывали? Я первый раз в Гомеле и думаю, что не последний. Николай, ваши выставки имеют огромный успех в Европе. Пока ждали эту встречу, уже немного с Натали подготовились к вашему визиту. Одна из крайних экспозиций была представлена в Гомеле. И какой повод вас привел в Беларусь? Рассказывайте все по порядку. Выставки действительно очень часто проходят за границей. Также проходят и в России. Сегодняшний повод для меня он очень знаковый. Я очень часто провожу выставки по линии Россотрудничества. Выставки по обмену, которые проводятся в различных столицах, в различных государствах. И сегодня в вашем городе открылся центр Россотрудничества. Он третий в Белоруссии. Собралось очень много интересных людей. Руководство Россотрудничества, министры. Но самое главное, что было очень много жителей Гомеля. Потому что для художника нет большей радости, когда с его картинами знакомятся обычные жители. Николай, скажите, как вы считаете создание подобных центров, центров науки и культуры, совместных таких между Россией и Беларусью, насколько они вообще символичны и для чего, собственно, создаются? Я считаю, что эти центры не только нужны, а в наше время они необходимы. Потому что все, что проходит и тревожит сердца людей, оно связано с культурой, с музыкой, с живописью, с литературой. Потому что это те вещи, которые в наше время способны достучаться до самой глубины человеческой души. И в человеке, который, может быть, никогда не был причастен к театру, к музыке, к живописи, к литературе, разбудит те вещи, о которых он потом будет долгие годы с нежностью и добротой вспоминать. Подобные центры существуют не только в Беларуси. Я знаю, что вы участвовали на открытии... В столице и в Бресте. В Бресте я пока не участвовал, но надеюсь, что рано или поздно будет выставка и в Бресте. Да, весной этого года, в день единения России и Беларуси, у меня открылась выставка в Центре науки и культуры в Минске. Это была очень интересная выставка, посвященная практически вещам, объединяющим всех нас. И русских, и белорусов. И что же это за вещи? Что объединяет нас? Я думаю, вы знаете, главные вещи, которые нас объединяют, это любовь к родине. Это звучит немножко пафосно, но оно так и есть. Вы знаете, побольше бы такого пафоса сегодня, хочу я вам сказать. Потому что любовь к родине, люди забывают иногда что-то. А что такое любовь к родине в вашем понимании? Любовь к родине, мне кажется, это любовь к тому, где мы живем. Мы порой, ну я могу про Россию сказать, мы порой очень часто бежим, бежим за деньгами, потому что все-таки рынок, он всех нас накрыл, особенно Россию накрыл практически с головой. Не замечая о том, в каких городах мы живем, не замечая тех людей, которые окружают нас, не замечая, как бы ни было банально, вечных ценностей. Любви, добра, нравственности. А потом, когда сталкиваемся с тем, что уже невозможно обернуть, мы сожалеем о том, что мы вот эту книгу, которая называется «Жизнь», пробежали, пролистали и не увидели ничего. Потому что человек все-таки должен, когда бежит эту эстафету, он должен что-то оставлять в результате своего забега. Я думаю, это, как бы ни звучало банально, детей, хорошие семьи. Картины. А если творческий человек, конечно, оставлять картины, особенно художникам. Скажите, Николай, насколько изобразительное искусство, современное, способно вызывать хотя бы, сподвигать людей к этой любви к родине, к патриотизму? Хорошее, хорошее современное искусство, в понятии хорошего, да, вы меня сейчас спросите, что я вкладываю. Это как раз искусство, которое несет в себе вечные ценности. Это мораль, нравственность. Оно всегда, еще со времен древних людей, способно было подвигать народы на великие вещи. И это искусство, оно всегда современно. Откуда вы родом? Где ваш дом, где ваши мастерские? Я родился в Твери, хотя мои корни из Белоруссии, из-под Витебска. Очень интересно, да? Да, ну и фамилия, поэтому вот она такая вот. Всю жизнь прожил в Твери, окончил в Твери художественное училище, потом в Москве окончил академию. Живу в Твери, очень часто приходится по долгу жизни бывать в Москве, потому что многие проекты идут, к сожалению, через столицу. Но я, возвращаясь в Тверь, скажу вам без ложного пафоса, очень люблю этот город. Из этого города вышло очень много замечательных людей, много великих людей. Считали для себя честью побывать в Твери. Пушкин, Достоевский. Вот режиссер как раз-таки показал нам Тверь вашими глазами. Да, гостиница Гальяне, у Гальяне или Кальони, закажи себе в Твери с пармезаном макароны или яичницу свари. Это как раз было написано о Твери Пушкином. Кстати, скажу, что Пушкин также был и в Гомеле. А я знаю, я почему-то по нему и завел этот разговор. По некоторым историческим запискам. И Федор Михайлович Достоевский тоже был в этих местах, видел вот этот императорский путевой дворец. Кстати, дворец, спроектированный немкой Екатериной Второй, не было более русской царицы, чем Екатерина Вторая, которая говорила с акцентом, но для России сделала столько. А сколько было вокруг нее мужей, я имею в виду, и... Государственных деятелей. Да, да, государственные деятели. И Потемкин, который в лодку ни разу не садился, но потопил турецкий флот. И братья Орловы. Подождите, а что это за история такая известная с названием улица Миллионная в Твери, где, по-моему, какое-то отношение имеет как раз-таки царица и казна? Просто на этой улице находится банк. И находился банк. И на этой улице находится заведение, где сидел городской глава Твери, где сидел губернатор. И как раз вот в 1860 году в Тверь приезжает вице-губернатором граф Щедрин. Его тогда не называли Салтыков. Не было вот этой вот приставки. Вот он как раз приезжает в Тверь. И в Твери два года губернаторствует. Губернаторствует, не занимаясь литературой. И его называли красный губернатор. Хотя, в принципе, был губернатор, но все функции губернатора на себя взвалил Салтыков Щедрин. И именно история города Глупова, она как раз и была придумана в нашем городе, в городе Твери. Мы должны, наверное, все-таки рассказать нашим телезрителям, что вы являетесь автором, скажем, серии работ или проекта под названием «Старая Тверь». Вот некоторые из этих работ мы, по-моему, сейчас видели. Что это вообще за проект такой? Потому что я знаю, что он очень популярный. И где, в принципе, эти работы можно сегодня увидеть? И что стало мотивом для того, чтобы он появился? Ну, во-первых, те работы, которые я привез для выставки в Гомель, они все отобраны из государственных музеев. Из музея-усыпальницы генерал-фельдмаршал, последнего фельдмаршала России, Иосифа Владимировича Гурка, который тоже к Белоруссии имеет непосредственное отношение. Он из древнего рода Гурка, из-под Могилевщины. Музей предоставил эти работы. Из Тверского государственного объединенного музея, из дома поэзии Андрея Дементьева. В течение месяца руководство согласилось предоставить эти картины. Чтобы гомельчане смогли насладиться, да? Конечно, потому что возить постеры с картинами – это неинтересно. Все-таки от картин веет энергетика. Работы выполнены все пастелью, обычным мелом. Многие подходят и удивляются, что пастелью можно делать так. Можно делать и так пастелью. А серия появилась, наверное, благодаря тому, что вообще многие города в советское время были переименованы. Я родился в городе Калинин. Он был так назван, потому что великий староста всесоюзный. Он был из-под Калинина, из поселка Верхняя Троица. И действительно, за заслуги перед нашей социалистической страной город Тверь был переименован, потому что об этом написали жители и попросили. А потом же уже, когда наступило другое время, жители написали другое и попросили, чтобы Твери, Калинину была возвращена историческая правда и историческое название одного из самых древнейших городов России. Не случайно. Первая улица в Москве, самая главная, она называется Тверская и идет к Кремлю. Потому что, на самом деле, Тверь долгие годы с Москвой соперничали. Кто же будет столицей? Но произошло так, что Тверь утеряла этот титул, к сожалению. Но сохранила самобытность и неповторимость. Откуда у вас столько много исторических сведений о городе, о стране? Ведь вы с кем-то консультируетесь, когда создаете подобные исторические проекты? Или это все ваше собственное наблюдение и знание? Я могу сказать так. То образование, которое было получено еще в то советское время, это главные крылья, которые дают человеку возможность к будущему творчеству. Без образования не существует художника. Это на самом деле так. Это правда. Вы говорите о дипломе? Нет. Я говорю об образовании, а не о конечном итоге. Понимаете? Я говорю об образовании. Об образованности, да? Конечно. А образование, оно что дает? Оно расширяет кругозор. И, понимаете, оно может не давать каких-то вещей, которые связаны с успехом в жизни. Понимаете? К зарабатыванию денег и прочее. Но кругозор вам разовьют. Вот. И как раз вот это образование, оно позволяет делать так свои произведения, чтобы зритель, который приходит на ваши выставки, не задавал вам вопросов, касаемых профессии. И поэтому, когда ты рисуешь какие-то исторические сюжеты, ты в первую очередь должен сам себе ответить на этот вопрос. То есть художник должен знать то, что он рисует. Особенно русские художники с реалистической школы. Так красиво звучит, Саш, да? Русский художник. Безусловно. Ну, гомельчане познакомились с вашими работами. Вы уже успели оценить реакцию гомельских зрителей на ваши работы? И вторая часть вопроса. С какими вопросами гомельские зрители подходили к вам? Ну, первый вопрос. Как долго? Как долго это будет продолжаться? Это наслаждение, да? Могу сказать одно. Как правило, когда проходят выставки, люди благодарят за привезенные картины. Мне, как человеку, конечно, это приятно. Но слышать критику, конечно, тоже приятно. Ну, прям. Да, да. Ну, такая критика же бывает. Вы знаете, вообще в нашей... Как художник реагирует на критику. В нашей профессии положительно. Нормальный умный человек на критику должен реагировать адекватно. Почему? Потому что... Должен ты должен. Если человек забронзовел, то я думаю, что в нем как раз и умирает и творческий человек, и прочее. А тем более художник должен к себе относиться с критикой. Он должен быть постоянно неудовлетворен своим творчеством. Расскажите, где вы сегодня преподаете, обучаете детей? Я знаю, что у вас есть особые благотворительные проекты. Я принимаю участие в различных проектах, посвященных преподаванию, мастер-классах. Вот, как правило, выставки по линии Россотрудничества. И сегодня тоже на открытии были представители других филиалов Россотрудничества. И мы сегодня вспоминали, вот, представитель был из Варшавы, я говорю, замечательная посольская школа, где был проведен мастер-класс. Всегда выставки, открытие выставок, проходящие в различных центрах, для меня честь, когда организуется мастер-класс. Когда люди берут, вот, просто приходят на мастер-класс, люди далекие от искусства и начинают рисовать вот в течение вот того времени. Вот мы с вами говорим, а может быть, взять мелкие и рисовали бы, да? Я не знаю, вот такого даже еще в формате не было, да? Да, действительно. Сидят рисуют, о чем-то говорят. Дайте, дайте мелкие. Легко не подготовленные. Я думаю, что в следующий раз приглашайте, я обязательно притащу целую коробку пасту. Договорились. Договорились. Ну и, конечно же, мастер-классы, которые проходят на родине. Я преподаю в одной из студий, я преподаю в художественной школе. Вы знаете, замечательно. Люди приходят, рисуют. И в одной из студий, в которых я преподаю, я, опять же, не буду рекламировать, приходят люди разного возраста. Разного возраста это и восьмилетние, и пятилетние, и восьмидесятипятилетние. И на самом деле, когда они вместе рисуют, это вообще здорово. То есть это, получается, даже уже не искусство, а какая-то терапия? Ну, это же, помните, фраза из фильма, да? Да, насколько бы Ермолова вечером играла лучше, если бы с утра стало у шлифовального станка. Они это дело любят гораздо сильнее и искреннее. Почему? Потому что они отрывают свое время. Они могли бы его оторвать на телевизор. Мужчины при том приходят. Они могли бы оторвать его на что-то другое. На футбол, на хоккей, на другие забавы, как говорится. Но приходят и рисуют, потому что есть потребность в этом, потому что есть какая-то потребность в самовыражении. Не только же деньги, не только вот, а еще же быт и прочее. Вот как раз люди приходят и, ну, я не скажу, спасаются, получают удовольствие от этого. Вот вы в своих работах, насколько я успела заметить, вы не просто иллюстрируете какие-то вещи и делаете это красиво. Вы закладываете какой-то философский смысл. Мысль. Мысль, да. И даже некоторых ваших работах я увидела там. Мне очень приятно слышать комплименты. А-ля Сальвадора Дали. Мне очень приятно слышать комплименты. Вы знаете, современное искусство все-таки, наверное, должно идти дальше с появлением фотоаппарата, нежели чем искусство 19 века. Потому что вот когда, вы знаете, не было фотоаппарата, да, и когда вот рисовалась для Зимнего дворца серия портретов героев войны 12-го года. И вот вы можете обратить внимание, что там нету многих портретов. Вот прямо вот оставленные под портреты пустые места. И многие думают, почему, наверное, были декабристами. Да нет, не декабристами. Умирали. Пока художник доходил до них, чтобы их нарисовать, умирали. А раз художник их запечатлевал, то не успев запечатлеть, никто и не мог сказать, как он выглядел. Могли описать по приметам. Ну, вот так вот. К сожалению или к счастью, появился фотоаппарат, и художник сейчас должен делать что-то другое. Должен делать что-то другое. Например? Например, это форма подачи картины. Я не имею в виду, когда художник, знаете, как вот была выставка в Манеже, когда мы заходили, и перед входом в Манеж была куча, значит, куча навоза, и стояла лопата, на ней каска, труд, побеждающий что-то. И, опять же, не это, не крайние формы, а я говорю о тех формах, которые должны современному человеку, современным языком говорить о вечных ценностях. Это может быть форма подачи работы, это может быть сам сюжет, когда тот же Пушкин, но идет по той же Твери, по тому же... То есть вы хотите приблизить к современнику историю где-то, каким-то образом? Да, но не упростив это, конечно, конечно. Но хорошо, если мы говорили про... Я думаю, что как бы не шагала семимильными шагами цифровая фототехника, от искусства художников, от их таланта, от картин никогда никто не откажется. Но с другой стороны, я очень, кстати, с вами согласна, мне кажется, что сегодня в современном искусстве наблюдается особое смешение, это и влияние, и стилей, и приемов, и техник, и, может быть, действительно это хорошо. Как вы к этому относитесь? Мы не только про фотографии. Я хочу сказать, что вот главная цель современного искусства не уводить зрителя в дебри, когда вот профессионалы собираются и понимают только это. Хотя и профессионалы порой это не понимают, и искусствоведы. А главная цель человека как раз, когда он приходит на выставку, быть вместе с художником. То есть то, что художник хотел передать своим творчеством, оно должно затронуть человека. То есть донести... И если художник... Как хорошая музыка. Вот вы испытываете катарсис от какого-то музыкального произведения и плачете. И вот себя обвиняете в том, что, ну, наверное, стал слишком мягкотелым, слишком стал сентиментальным. А это здорово. Здорово, что ваши вот эти струны... Кто-то такие затронул, да. Кто-то дергает за эти струны затонкие, понимаете? И я считаю, если искусство, оно позволяет... Вот почему вот вечное искусство того же самого Айвазовского? И сейчас вот люди, буквально неделю назад я был в Третьяковке, и люди на него приходят. И смотрят, вроде, ну, море-то, ну, что ж там море? Вот море, луна, ночь, море, ночь. А вот вы знаете, когда вы видите и чувствуете, как луна, дорожка ее вот бежит по морю, вы чувствуете восход на море, вот эту вот прохладу утреннюю. Понимаете? И вы это понимаете и говорите, да, я в это верю, да, я это видел. Вы смотрите на картины Шишкина или того же Левитана, который бывал на Тверской земле, и вы видите и ощущаете, что да, это осень, я видел это, я влюблялся в эту пору. Кстати, могу похвастаться, буквально этой весной у меня проходила выставка в Государственном музее Левитана в Плесе. Прекрасный город, тоже на Волге. Волга метровая. Не то, что метровая, километровая, пардон. Он километровый, вы смотрите на другой берег, ну, обалденно. И когда Левитан приехал в этот город, то после этого была создана картина над вечным покоем. А вы знаете, что нету этого места как такового? Он приехал, плыл по Волге, спускался вниз по Волге, и вдруг увидел Петропавловский ком и старообрядческий храм, вот, деревянный. А воспоминания у него были об Удомельском крае, о озере Тосно. И он соединил Удомельский край, вот это озеро, с вот этим Петропавловским холмом. И получилась картина над вечным покоем, когда маленький храм на небольшом островке находится на большой-большой глади воды. Вот как раз вот это и есть сила искусства. У вас есть любимая ваша работа? Вы знаете, каждая моя работа, когда я ее заканчиваю, она как ребенок, наверное. Вот вам как женщине, это гораздо проще понять и женщинам. Я когда вот отдаю эти картины, или заказчикам, или пишу эти картины, я каждую последнюю работу люблю. А вот уже потом, когда смотрю на нее, и когда она находится, вот, или в частном собрании, или где-то в музее, это здорово, если она находится в музее, вот, то, или это мне нравится, я говорю, вот, ну вот молодец, вот, вот смог сделать вот что-то такое, вот. Или, вы знаете, как-то, вот так, когда смотришь на себя, вот на телеэкране, да, и думаешь, ну я жизнь не такой, вот, а что рожи-то кривить по большому счету, да? Вот. Одна из последних работ, которой я горжусь, это работа для музея-усыпальницы Иосифа Владимировича Горка. Это гимн тем людям, кто воссоздал ее, кто нашел, нашел и прах генерал-фельдмаршала, который в советские времена был просто выброшен из музея-усыпальницы, и память о генерале, который тоже имеет, я уже в начале программы сказал, белорусские корни. Это протеерей и мой друг, протеерей Геннадий Ульянович, настоятель музея-усыпальницы и храма Иосифа Володского в Твери. Николай, а кто стал тем человеком, который вас подтолкнула вот эту вот художественную дорожку? Может, это было какое-то известное произведение? Нет, это все очень просто. В каком это было возрасте? Эти люди, слава богу, живы. Это моя мама, это мой отец. И у нас всегда в доме, а дом находится в самом центре Твери, и он не снесен, он такой старый барский дом. Но не потому, что я барин. Нет, коммуналка. Да ладно, признавайтесь. Ну, сейчас модно это вот, можно было сказать, так нет. В центре города просто революция все национализировала, и дом был разделен, а он дом такой, знаете, трехэтажный, с таким вот подклетом, и построен по такой системе, что внизу отдельно кухня. Ну, устроили как для себя. Да. Потом вот, значит, всю эту систему взяли и порушили. Сделали перегородки, сделали 4-5 квартир, вот, и заселили возможное жилье невозможным количеством людей. Вот. И над комодом у нас всегда висела картина Лебедева, шикарный художник, правда, прожил мало еще, вот, дореволюционный художник. Она называлась «Вид Павловского парка». Она была небольшого размера, 50 на 70. Я всегда, когда залезал на этот комод, а что она из себя представляет, это такой мосток, Павловский парк, мосток, и вот зеленые-зеленые такие деревья. Я всегда смотрел на это, и мальчишкой залезал, до сих пор вот перед глазами вот стоит, вот эта картина, залезал, и я настолько это ощущал. Вот, понимаете, я это просто чувствовал. Вот именно вот восьмым чувством ощущал, что вот я дотрагивался до холста, и при том холст был не просто какая-то печать, а он был написан именно художник начала века, похож с ятями, еще подпись, и смотрел на этот холст, и поражался, насколько же это правдиво. Я это ощущал, я гулял по этому парку, я был в этом парке. Я просыпался, и мне хотелось сделать так же. Начал рисовать, ничего не получилось, к сожалению. Что сначала было объектом ваших художеств детских? Обычный дождик. Вы знаете, наверное, объектом был мама-папа. Это главные объекты. Я вообще всегда люблю, когда дети рисуют маму-папу. Это, наверное, то, без чего нельзя. Особенно, когда мама-папа вместе. А еще когда они живы. Бабушка, дедушка, к сожалению, у него уже нету многих людей. Но я всегда этому благодарен. Но в ваших работах я не нахожу образа женщины. Вообще муза для вас, как для художника, это что? Музыка, женщина, история? Муза для моих картин – это гармония. Это гармония, когда у меня есть семья, у меня есть сын, у меня есть жена. Это когда здоровы близкие, когда я могу позвонить другу в любое время, и друг придет на помощь. Банальные вещи, на самом деле. Но когда они есть, это очень важно. А знаете, просто, мне кажется, человек должен в себе эти редкие вещи. Вот один из моих белорусских друзей, он мне в свое время сказал, ты знаешь, главное не дружить, а главное – это умение дружить. И вот когда человек тебе звонит, и просто спрашивает, а как вот, доброе утро, как у тебя сегодня дела? Вот такие маленькие вещи, потому что порой, когда мы эти вещи уже говорим, вот, когда нету человека, или вот мы там вспоминаем о том, какой хороший был человек, надо говорить это, как бы ни звучало банально, каждый день. И говорить людям, мы, к сожалению, говорим все, когда уже это тому человеку не нужно. Надо, наверное, стараться говорить эти вещи тогда, когда нужно. И творческим людям говорить, да, хорошие картины, да, хорошая музыка, а не потом, когда-то потом. К сожалению, мы, наверное, слишком нордические люди, и говорим все уже постфактум. Или не говорим совсем, да? Или не говорим совсем. Да? Да. Скажите, тема белорусского народа, белорусского славянства, скажем, с нашими общими такими традициями, славянскими культурой, она не присутствует в вашем творчестве? Или еще? Я не согласен. Она, мне кажется, вы знаете... Или мы мало знакомы с вашим творчеством? Мы с вами уже хорошо познакомились. Я могу сказать одно. У нас с вами общая культура. У белорусов, у россиян. У нас с вами одна страна. Мы с вами говорим на одном языке. И это очень здорово, что, и к сожалению, жаль, что нет той большой страны, в которой жили и белорусы, и украинцы, и россияне. И все жители этой страны, они дополняли друг друга. Мы же думали, как, отцепим вагоны, и все, заживем-то. И, к сожалению, отцепили вагоны, и никто лучше не зажил. Отцепили вагоны, и потеряли самое главное. Потеряли молодежь. Отцепили вагоны, и культура рассыпалась. Ведь, посмотрите, насколько мы были едины, и та же культура. Ведь разве мог бы появиться тот же Чингис Айтматов? Разве мог бы появиться тот же Янка Купала? Все очень тесно. Мы очень тесно и очень глубоко с друг с другом связаны. Одной кровью. А самая главная кровь – это та война, а уж белорусы этой крови пролили столько, что я, когда приезжаю к моим теперь уже друзьям в Минск, те, кто устроил мою первую выставку, и вот когда мы разговариваем с этими людьми, вы знаете, люди плачут. Плачут. Ну, потому что, ну, вот так. Белоруссия, она первая приняла этот удар. Поэтому мы связаны с вами кровью. Именно то, что главное, и памятью тех людей, которые отдали эту кровь за нас с вами. Для того, чтобы мы сидели с вами сегодня так вот приятно об искусстве говорили. Может быть, я немножко пафосно это говорю, но самое главное, слава Богу, что это можно еще говорить молодежи. Если мы это не будем говорить молодежи, то вы сами видите, что потом из этой молодежи может получиться. Вы как-то слишком критично относитесь к молодежи, я вот замечаю. Я к молодежи отношусь очень хорошо. У меня у самого сын. Вас что-то не устраивает в молодежи? А всегда. Вот, знаете, в наше время трава зеленье была, небо голубее. Вы еще сами очень молоды. Да, я молодой человек, да, человек на пятый десяток. И могу сказать одно, что нет, я очень уважительно отношусь к тому, у них, понимаете, мы когда росли, у нас было свое. Мы воспитывались на одних стихах. А у них свое, и надо это уважать. Вот, это здорово. И мы должны этому учиться. Помните, как в свое время Герд сказал в моем любимом фильме, место встречи изменить нельзя. Старики должны проводить старость с молодежью. Прекрасно. Это гениальные слова. Вот, не в маразме, а с молодежью. Молодежью. Конечно. Потому что они свой опыт могут передать молодежи. А молодежь, она, скажем так, если молодость бы знала, если старость бы могла. Вы себя позиционируете как художник-декоратор. А декоратор имеется в виду человек, который оформляет какие-то современные витрины или современные книги. Знаете, я могу сказать так. Я себя позиционирую как художник. В свое время Альфонс Муха замечательный художник чешский, который всю жизнь прожитически прожил во Франции. Он делал театральные афиши. Исидора Дункан, там, Сара Бернар. Вот. Но он думал, что в жизни прославится другим. У него есть такой славянский цикл. Это большие работы. Семь на девять метров. Их 11 работ, 11 картин. И он как раз думал, что это главное произведение. Там как раз картина посвященная отмене крепостного права, вид Красной площади, Ивана Великого, зимой такой. И он эти работы возил и по России. Но сейчас-то мы об Альфонсе Мухе о чем помним. А его вот в тех вот штуках декоративных, а то же Сальвадор Дали, благодаря чему стал знаменитым, как раз стал знаменитым благодаря своей ювелирке. Когда он уехал в Америку, бежал из Испании, когда наступил фашистский режим, он уехал в Америку. И благодаря ювелирке он как раз и прославился. А тем более дамам-то не быть знакомым, когда вот эти вот парфюмерные бутыльки с носом, с глазами. Вот через это мы и узнавали дамы. А вот на самом деле многое творчество как раз очень здорово, что узнается через прикладные вещи. Это здорово, да, я согласна с вами. Вот вы сказали, что занимались оформлением детских книг. По-моему, это крайне ответственная миссия. Оформлять книжку для ребенка. Гораздо сложнее, чем написать картину. Вы знаете, вот для этого должен быть хороший материал. Я вообще считаю, что главное, это хороший материал, который попадает человеку. Если действительно это хорошие какие-то вот книги, несущие добровечное, то, конечно, это здорово. Вот, к сожалению, не так часто, но бывает, да. Бывает. Наверняка вы помните книги из своего детства. И вы тоже, наверное, очень пристально рассматривали эти иллюстрации. Я нюхал. Еще раз. Вы брали книгу и... Мне нравилось полиграфия, как пахло. Мне нравилось, как полиграфия пахло. Вот когда открываешь хорошую книжку, я всегда смотрел, как на волшебство. Когда действительно старые книжки, это же было, на самом деле, уникальное художественное произведение. Это были шикарные художники. Виктор Чижиков. Ну, это так же, как и мультфильмы советские. Смотрел с огромной любовью. Это было окно в мир. А для ребенка тем более. Плох тот ребенок, который не читает, и которому родители не читают книжек, и не видят хорошей иллюстрации. Вы представляете, сегодня у вас такой шанс для наших детей, для будущих детей, для своих уже внуков, даст Бог, рисовать, создавать подобные иллюстрации. Мне кажется, это дорогого стоит. Я очень рад буду, если таких шансов будет больше. Если будет гораздо больше. Если гораздо больше людей будет ходить на выставки, будет жить именно вот этим. Я всегда, когда провожу выставки, всегда, когда закрываю какие-то мероприятия, говорю банальные вещи. Живите красиво. Ходите на выставки, в музеи. Читайте хорошую литературу. И тогда ваша жизнь будет более гармонична. Тогда и вам будет жить интересно, и те люди, которые будут с вами общаться, они будут заряжены и вашей энергией. О чем же пишет художник? Расскажите нам, что является любимыми темами, любимыми образами в вашем творчестве? Я пишу на разные темы. Как и человек, который зарабатывает деньги, я рисую и портреты на заказ. Стараюсь делать это искренне. Я пишу и жанровые картины. Я стараюсь писать то, что мне близко, и то, что мне нравится. То, что я могу сделать так, чтобы и вы, как зритель, потом, посмотрев на эти работы, сказали, да, вот, не зря он это делает. Круто. Иван Ургант стал героем одной из ваших авторских работ. Причем он в таком оригинальном костюме, дорогие друзья. Я бы сказала, это так. Шут Гороховый, Иван Ургант. Ну, на самом деле, несколько своеобразная работа. Как Иван сам отнесся к этому образу? И был ли он так уже рассчитан и заранее оговорен? Ну, вы затронули ту тему. Ну, я, скажем так, очень приятно, что вы затронули. Действительно, картина находится в частных собраниях. И я могу с гордостью сказать, и у Евгения Евтушенко, и у Андрея Дмитриевича Дементьева в Первом доме поэзии в России и в музее Усыпальницы Иосифа Горка и в Тверском государственном музее, и в музее Лемешева. И вот этот портрет, который писался, ну, опять же, это писался портрет для Горка по просьбе людей, хорошо знающих, Ивана Урганта. И дарился в Останкино. Вот неоднозначно он отнесся. То есть это не было заказной работой? Это было просто ваше... Да, да, полет моей души. Помните, полет моей души. Ну, я так лукаво скажу, что полет моей души. Но дело в том, что просто интересно было передать мое понимание о нем. У вас так хорошо получилось. Ну, там он такой изображен в виде шута, такого времен английских королей. Но вы знаете, что все шуты-то были людьми далеко глупыми. А порой, знаете, это было зеркало, которое подставляли королям, чтобы они могли видеть, какой ты со стороны. Вот. И вот как раз он сидит в шутовском колпаке на фоне передачи «Вечерний Ургант». И ниточки из руки, и он дирижирует, манипулирует. Как он воспринял подобную работу? Я уже могу сказать одно. Не однозначно. Но, надеюсь, она ему понравилась. На самом деле, такой проект, он очень напоминает частную коллекцию Екатерины Рождественской, кстати. Выставки с Рождественской в центрах Россотрудничества у нас проходят периодически. Моя начинает ее заказать. Только что я вернулся с открытия выставки «Эрмитажа», и как раз я увидел те же работы, которые я видел и в Праге, и в Варшаве, и в Софии. Ведь как здорово, Гомельский работает в музее. Вы большие молодцы. У вас замечательный музей. Гидарам же даже песни есть, что «Гомель» – это маленький Париж. Да, да, да. Это очень здорово. Вы знаете, вся наша культура, она как раз и складывается из маленьких Парижей, из Тверь-городок, Петербурга-уголок. Вот так как раз из маленьких городов. А ведь все люди, мало-мальски чего-то добившегося, они все откуда? Из столицы, что ли? Они как раз из глухой глубинки. И государство, оно то государство. Оно их вытягивало и помогало. Тот же Сергей Яковлевич Лемешев, он жил в поселке Князево в 60 километрах от Твери. И был конкурс. И он пешком пришел зимой в Тверь, и его услышали, и услышал практически Жуков, и сказал, парень, надо тебе петь. И стал помогать. Скажите, а кто вот из художников, или, может быть, чьи произведения формировали вас? Я очень люблю русскую реалистическую школу. Может быть, зрителям покажется, что вот пришел такой парень, все говорит, какие правильные вещи. Но на самом деле, вы знаете, в этом нет ничего удивительного. Я люблю это. Вот я люблю русских реалистических художников. Александра Иванова. Я считаю, это величайший русский художник. Всем известная картина «Явление Христа народу». Да? Вот на этой картине Христос маленький вдали, а впереди люди. И вот показать психологию этих людей за счет красок, за счет их жестов, за счет передачи света тени и тона – это дорогого стоит. Это Карл Брюлов, это наши современники, это Илья Сергеевич Голозунов. Как бы сложно к нему ни относились, я считаю, что это великий художник 20 века. И могу сказать одно – художник своими произведениями должен не только создавать человеку эстетически хорошее восприятие, а он еще должен иногда и заставлять думать человека своими картинами. Когда мы смотрим вот картины того же Александра Иванова, то эти картины заставляют нас думать. Заставляют думать не только о сегодняшнем дне, а заставляют думать о каких-то общечеловеческих ценностях. – Удивительная работа, триптих, посвященная истории России. Расскажите об этом, как создавались эти полотна и что вы хотели донести, потому как они довольно философские, даже спорные несколько. – Спасибо за вашу оценку. Мне хотелось бы, когда я писал эти работы и задумывал их, чтобы в каждой из этих работ была частичка моего понимания Советской России, Имперской России и сегодняшнего дня. И в каждой из этих работ изображена и русская интеллигенция, и культура, и российская власть, представители ее. И я это изображал, как такой, вы знаете, плод, на котором, на помостке стоит власть, а на своих плечах этот плод тяжело, еле держа. – Держит интеллигенция. – Да, на своих подмостках, в общем-то. Я считаю, что интеллигенция и культура – это то зеркало, на которое регулярно должна смотреть власть. И вот как раз вот эти работы, они свидетельствуют о вот этих периодах. Потому что нарисовать это все как-то вот какими-то другими средствами, без вот какой-то вот такой подачи, я не представил для себя возможным. Ну, поэтому вот и придумал вот это вот. – Хорошо. Ну, а вы пишете, вы создаете картины, опираясь на какие-то исторические достоверные факты, или все-таки фантазия художника тоже имеет место быть? – Начну вот так. – Так, мы когда смотрим картину Шишкина… – Про медвежат? Мишки? – Ну, можно и про медвежат. – И Мишки в том числе. – Ну, это самое. – Ну, про медвежат, там же немножко другая история. Я хотел вам про сосновый бор, да? – Сосновый бор, да. – Вот. То вы думаете, в этом бору все деревья так лежали? – Я не думаю. – И Мишки так бегали. Вот, и Мишки-то писал как раз не Шишкин, вот, а его друг, и Третьяков потом затер эту подпись. Вы знаете эту историю? – Нет. – И название было «Не три медведя», как в советское время называли на коробке, их там «Четыре медведя». Вот. Но дело-то не в этом. Дело в том, что художник должен врать. Должен немножко врать. Потому что если он будет рисовать вот натурально все, то неинтересно будет. К сожалению, помните, я вам рассказывал даже не то, что к сожалению, а о сюжете, который Левитан писал. Ведь из двух мест взял и это создал. Вот. И березы в каких-то картинах, его, допустим, «Золотая осень» и «Река», они не так поворачивали, и места эти найти сложно. Почему? Потому что художник, он все-таки должен через себя как-то это пропускаючи, стараться свое вранье сделать, чтобы зритель сказал «Верю». «Верю» и все. – Главное, чтобы была цель достигнута, да? – Зритель, зритель. – Все как на театральной сцене. – А как иначе? Все как в жизни. – Ну, вы знаете, грамотная, грамотная постановка, она действительно добивается особого результата. – А в искусстве это называется хорошая композиция. – Вот-вот-вот, да. Поэтому почему бы нет? Я надеюсь, наша композиция с ней тоже хороша. – Я у Николая хочу еще уточнить такой момент. Скажите, а вы единственный художник в семье? Или все-таки были те люди, которые подсказывали Николаю? – Николай, это делай так, это делай по-другому. – У меня семья инженерная, и когда мои родители узнали, ну, они всегда мне помогали, потому что это естественно, ребенку, что люди близкие помогают. Вот, моя семья – прапрадед, он был священнослужителем, вот, и хорошо рисовал. Ну, так что вот так. – Это оттуда? – Да, и фамилия у моих родителей, она такая старая, русская, троицкая. Вот, такая православная, вот. Так что, на самом деле, с традициями. Правда, к сожалению, об этих традициях матушка мне рассказывала уже в зрелые годы, потому что в советское время это, к сожалению, об этом говорилось. Но старались говорить об этом как можно меньше, все-таки идеология-то была. Вот, и, да, интересный род, на самом деле. Вот, и рисовали. Наверное, оттуда, откуда. Ну, вообще, я вообще все считаю, по большому счету, не оттуда, а вот оттуда все. Вот, когда художник говорит, я это нарисовал, нет, это не он нарисовал, или композитор, я это написал. Мне кажется, слава Богу, что удалось через себя пропустить то, что, как бы мы это ни назвали, спаситель, всевышний разум дает нам сделать в определенный момент. Вот, а наша задача услышать это и постараться это передать, чтобы другие могли, если мы можем это передать, могли, тоже это ощутить. А что еще с такой же силой, как изобразительное искусство в этом мире, в этой жизни может вас захватить, увлечь? Я знаю хоккей. Да, я занимался хоккеем, да, и мы... Хоккеист-художник очень... Да, нормально. Интересно, нормально. Нормально, нормально. Да нет, вы знаете... Сначала же был хоккеист, а потом... Ведь в советские годы параллельно было. В советские годы мы же наших родителей отводили в разные кружки, и кружки были доступны. И вы знаете, я не знаю, как сейчас в Беларуси, а сейчас, да, да. И в моем подъезде мы жили в одном подъезде с семьей Ковальчуков, и я смотрю, бегал парень с верхнего этажа, пробегал мимо, и отец водил его и зимой, и летом. Лето жарко, и смотрю, мальчишка несет баул больше его, а потом вырос и стал замечательным хоккеистом Ильей Ковальчуком. Вот. Это неудивительно. Многие из нас, из меня и вас, занимались и спортом, грамм-кружок, кружок по фото, а именно петь еще охотно. И тренеры, и те, кто преподавал художественное какое-то искусство, они все, наоборот, только способствовали тому, чтобы человек занимался. И не говорили, что, о, ты занимаешься там рисованием, не занимайся. Нет. Тебе предоставлялось выбирать. Но самое главное, что это было доступно, в отличие от сегодняшнего времени, когда форма стоит, а хоккейная форма, она ломалась постоянно. И когда был момент, когда должен был определиться, то ли я буду действительно дальше спортом заниматься, я был всегда любимым человеком. И сейчас, надеюсь, им остаюсь. И надо было решить, чем я дальше буду заниматься. Я так подумал, что, ну, хоккей все-таки игра командная, а я по натуре индивидуалист. Это страшная вещь. Да, но при том, знаете, как игра командная, но в командной игре есть люди, которые видят поле гораздо лучше, чем многие члены этой команды. Ну, конечно, чувствуют себя. Поэтому я так подумал, не, буду индивидуалистом. И стал художником, стал учиться дальше. Хотя могу сказать и одно, что, к сожалению, эту профессию девальвируют. Какую именно вы сейчас имеете в виду? Да, художественную профессию. И, наверное, я на художника-то и не похож. Без бороды, с короткими волосами. Хотя было и то, и другое, кроме бороды. Вот и волосы длинные. Не это главное. Мне кажется, главное то, что художник несет своими полотнами. То, что спортсмен несет свои деятельности. Почему нет ни одной темы спорта в ваших работах? Даже намеков? Вот это и для меня вопрос. Вы знаете, было одно предложение в свое время сделать картину о хоккее. Потому что... Это близко вам? Да, оно не то, что близко. Это на несколько этажей вверх. Да, я поняла. И могу сказать одно. Этот сюжет как-то был. И при том Тверь, она вообще с богатыми хоккейными традициями. То есть практически около пяти игроков вошли в сборную и сейчас играют. И как-то вот так вот. И когда в Москву часто едешь, я проезжаю. Вообще есть знаковое место. На этом месте такая шайба в районе Клина. И написано, на этом месте разбился Валерий Харламов. И мы часто подходим тоже. Вот предлагаем цветы к тем, кто любит советский хоккей. А это, конечно, игроки были шикарные. И слава богу, что сейчас эти традиции возрождаются. Хотя, сколько мы ждали этих побед. Но, к сожалению, все равно. Того, что было в те времена. Те победы хоккей, когда я включал, играют наши с Чехами. Победят. Включаю Виктор Тихонов. Ну, все на месте. Будет все в порядке. Понимаете? И, наверное, вот именно это та вещь, на которую я задумываюсь. О рисовании на спортивную тему. Потому что действительно это интересно. Как-то руки не доходят. Но постепенно перешли, так сказать, на творческие планы на будущее. Ну, вообще, меня интересует еще один вопрос. Трудно ли вообще сегодня российскому художнику устроить, допустим, персональную выставку? И, в принципе, пробиться, если он талантлив? Ну, художникам, так же, как и... Ну, давайте я буду просто говорить о художникам, а не так распыляться на творческих людей. Важно всегда, ну, даже здесь и любому творческому человеку быть не только специалистом и профессионалом, а еще, помимо всего прочего, это, конечно, как складывается его судьба. Из тех людей, из тех встреч, из тех приятных событий состоит его творческая жизнь, которая рано или поздно его выводит или к тому, что картины этого художника смотрят, или к тому, что слава приходит, как правило, уже когда и художника нет. В России хороший художник – мертвый художник, к сожалению, к сожалению. Но это было всегда так, что слава к многим художникам, она приходила после смерти, к мировым тоже. И, конечно, быть художником в России, и не только в России, вообще быть художником, и хорошим художником, честным, быть непросто. Вообще, вот, общение художников, оно, я не буду лукавить, это, конечно, серпентарий друзей, по большому счету. Понимаете, мы улыбаемся друг другу, а про себя думаем, Бог видит что. Почему? Потому что вот нам кажется, что вот где-то нас объехали на хромой телеге, где-то что-то нам не додали, а ведь мы достойны этого. Поэтому, я считаю, надо идти своим путем, не обращая внимания на обстоятельства. Надо верить в свою звезду. Вот. И, конечно же, стараться в этой эстафете, на самом деле эстафете, быть, все-таки, оставаться хорошим и порядочным человеком. Чтобы потом не было стыдно за те вещи, которые ты делал. Николай, ну а если взять механику? Это все очень интересно, это лирика. А где механика? Как же все-таки пробиться молодому, талантливому художнику в России? Я вам отвечу, как мой земляк и человек, с кем я имею честь общаться, с Андреем Дмитриевичем Дементьевым. Это все очень просто. Участие в конкурсах, это... Находить связи, да? А связи и понятия, главное все равно во всем этом деле, это ваше мастерство. Если вы мастер, вас найдут. Вас найдут рано или поздно, понимаете? Я по себе это могу сказать. Но лучше рано. Вы знаете, человек должен созреть для того, чтобы, скажем так, он был готов ко всему этому. Хуже, когда ты не готов, когда тебе просто голову сносят, по большому счету. Артист, Марти Фриман, да? Вы его молодого видели бы когда-нибудь? Да нет, слава пришла довольно-таки поздно. Мы видим его старого, такого бородатого, негрового фильма. Ко многим слава пришла тогда, когда она пришла. И слава Богу, главное-то не это, главное то, что он сделал, то, что он делал в этот период. И главное, понимаете, неглавное... Я могу сказать одно, меня часто спрашивают. Вот выставлялись в представительствах за границей, в посольских выставках. Вот, и вот вы сейчас вот выставляетесь там вот в каком-то областном доме культуры. А я считаю, не это главное, по большому счету. Не это, это не эстафета. А главное то, что ты хочешь донести до людей. Неважно количество в эстафете в этой знаковых вешек. А главное, что ты честно делаешь и несешь искусство зрителям. Потому что человек, живущий в далекой деревне, человек, живущий в столице, у него такие же глаза, уши и сердце. Просто достучаться всегда по-разному приходится. А что же хочет донести Николай Дульков? Вы знаете, я хочу, чтобы те люди, которые смотрят мои картины, они возвращались в тот период, когда они были или счастливы, или испытывали какие-то хорошие жизненные эмоции. И вот я как раз хочу, чтобы мои картины не ломали им об этом представлении. Чтобы они смотрели на искусство и со мной сопереживали. А если не сопереживают, то плохой художник. Я бы хотела, чтобы вы познакомились, если еще не знакомы, с творчеством Грила Васенко, Светланы Курашова, Ивана Попова, наших гомельских художников. Обязательно, мне кажется, они оставят след. Я видел, кстати, те люди, о которых вы говорите. Я когда приезжаю в те представительства Россотрудничества, я всегда читаю о городе и о тех людях, кто этот город прославил. И могу сказать одно, что те имена, которые вы называли, я слышал об этих именах и видел их творчеством. Да, познакомьтесь поближе с их работами, потому что, мне кажется, они обязательно должны оставить след и вашем творчестве. Николай, скажите, когда гомельчанам ждать следующую персональную выставку? Вот скажу честно, во время нашего эфира, я бы работы и выставки оставлял здесь вечно, и выставки проводил практически каждый день. Данная выставка, которая сегодня открылась, она будет в Гомеле месяц, так как через месяц у меня просто договоренность с музеями. Я не должен занять свое место в тех музеях, откуда они взяты. Но, конечно же, если предложат, я с огромным удовольствием, и уже есть такие планы, приеду в ваш город и постараюсь не утомить зрителей и вас своим вниманием. Николай, а ваши работы на память в Гомельском музее? Я понимаю ваш вопрос, да, я оставлю, подарю Гомелю, музею, две своих картины. Через месяц эти картины будут как раз подарены и привезены Гомелю, и надеюсь, что они будут тоже интересны зрителям. Николай, спасибо вам большое за это прекрасное интервью, я бы даже сказала, за этот чудесный добрый вечер, который вы... Спасибо и вам, и спасибо всем жителям Гомеля, кто эти часы провел и, надеюсь, не уснул в результате нашего с вами интервью. Не надейтесь даже. Ну что ж, Гомель, это был Добрый вечер с Николаем Дулько. У нас в гостях был член Союза художников в России, лауреат ряда международных премий в области изобразительного искусства, просвещения России. Дорогие друзья, мы желаем вам любви, добра и красоты. Не забывайте заходить на наш сайт, а также подписывайтесь на наши новости в популярных соцсетях. До новых встреч в эфире! Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok